Здравствуйте, Андрей Владимирович. Нас слышно? Здравствуйте. Поздравляем вас с победой. Ну и, конечно, комментарии по матчу. Андрей Скобелко, главный тренер ХК «Локомотив». Хороший матч, конечно. С очень сильной командой играли с нами. Одна из лучших атак в лиге, поэтому, конечно, готовились серьезно. Но в то же время у нас получилась достаточно интересная игра в атаке. Удавалось нам переходить из обороны в атаку неплохо. Ну и там, где, еще раз говорю, какие-то были у нас ошибки, здорово Эдди помогал нам. Поэтому, конечно, мы довольны такой победе. Спасибо, коллеги. Ваши вопросы. Не забываем представляться. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиа Корсеть. У «Локомотива» большинство матчей в сезоне в одну-две шайбы. На этом фоне такая разгромная победа особенно важна? Да нет, я не сказал бы. Я уже как-то говорил, что у нас в каждом матче моментов не меньше. Получается, наверное, единственный матч с Минском. Там у нас такая игра была, скажем так, мало мы создали. А в принципе, в каждой игре нам удается создать много моментов, но не удается их настолько реализовать. Поэтому, ну, сегодня получилось. В какой-то степени похожими получились первые две шайбы. И вы сейчас сказали, что делали акцент на переходе из обороны в атаку. Получается, вы хотели Салват подловить именно в средней зоне, чтобы быстро ее пройти, так? Ну, возможно, и так. И про большинство последний вопрос. Вы сегодня забросили на отложенном штрафе, но в целом игра 5 на 4 не очень идет у команды в сезоне. Почему? Спасибо. Ну, работаем. Работаем. Все сразу. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Андрей Владимирович, ну вот 9 побед подряд. Все-таки какая сейчас задача стоит перед «Локомотивом»? Становиться с каждым днем, с каждой игрой, с каждой тренировкой сильнее, как команда. Единственная задача. Спасибо. Андрей Владимирович, спасибо большое. Вопросов у нас больше нет. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Владимирович, т.е. Томи Ланса. Томи, ваши комментарии по этому матчу? Вопросов у нас после матча? Спасибо. Очень тяжелый матч для нас сегодня. Первые 12 минуты, 3-0 для обмена. Играет. Играет. Томи Локомотив, 4-0 для обмена. Играет. 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 Теперь мы должны найти возможность вернуться к игре и найти свой уровень, чтобы победить этот игрок. Сегодня мы снова работаем. Спасибо. Для нашей игры сегодня нет оправданий, поэтому мы будем, конечно же, стараться найти свою игру, снова вернуться на тот путь, к которому мы шли до этого, когда мы выигрывали игры, поэтому будем искать возможность, чтобы показать свою игру лучше и чтобы выиграл такие матчи. Пожалуйста, коллеги, вопрос. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ, Томи. Касаемо выбора голкипера, сегодня молодой Тарасов сыграл, почему именно он, почему не Юхов? Тарасов, почему не Юхов? Тарасов, после COVID-19, когда он пришел, он играл очень, очень хорошие игры с Сотси. И после Сотси игры, мы уже думали, что он продолжал, но мы хотели бы ему restать и еще разобраться. И после Витя, мы думали, что сейчас, когда Тарасов играл первый полномочий в доме. Это было заболевание. Решение было принято после того, как Тарасов хорошо сыграл матч против Сочи. У него был коронавирус, поэтому нужно было набирать форму. И мы, в принципе, решили, что он будет играть, но так как у него не самые лучшие кондиции, решили, что он пропустит матч с Витязем и получит как раз полноценный домашний матч против Локомотива. Вот такое было решение. И второй вопрос, Томми, после выездного поражения от Витязя, вы сказали, что сослались на усталость, что команда длительной поездки была. Сейчас на что можете сослаться? Все-таки четыре дня полноценных, скажем так, выходных для подготовки. Не выходных, конечно, четыре полноценных дня подготовки у вас было для Локомотива, но вот результат 0-5 разгром. После этого вы сказали, что это был тяжелый период для вашей команды, по-другому, по-другому. Что касается результатов у вас сейчас? Потому что у вас есть много времени времени работать, много времени времени работать. Ну, как я сказал, мы должны respectать результаты. И результаты были очень плохие для нас. И, опять же, пять goals against Талават Юлайев, и у нас нет силы, и у нас нет силы. Только один гол. Это был длительный пеналтий. Но мы действительно должны найти способ, как мы можем играть на защиту лучше вместе. У нас есть целая группа, и у нас есть сообщество. Это самое главное. Никаких оправданий, плохая игра сегодня с нашей стороны. Нам сейчас самое важное – найти взаимопонимание в команде, между игроками, между линиями, между голкиперами. И поэтому сегодня, в принципе, у нас сыграло хорошо меньшинство. Потому что, ну, мы пропустили на отложенном штрафе. Поэтому соперник будет шанс добить большинские медали. Поэтому никаких оправданий. Будем работать. Добрый вечер. Азамат Шулуков, Митя Корсеть. После первого периода как планировали сыграть? И не было ли желания сыграть попроще? То есть побольше бросать от 7 линий, скринить вратаря? Спасибо. После первого периода, вы планировали просто играть? И пытались скринить голкипера? Да, я думаю, как мы начали второго периода, это было хорошо для нас. Только мы не могли score. Мы играли в зону. Но мы создали chances. Очень много хмер化. И Кран-Лун. Кран-Лун. И Сосников. И-And... Мы не смогли сегодня. Оптимым голей был хорошо. Так мы уходили на第1 1-1. А то, как мы сказали, это было 3-0. И-And then мы начали играть. Первый бой был плохой. Мы начали играть, играем, что играли, и играли, и игры, и на высоких моментов. Это была большая возможность. Салават и Лаева были вызваны в сборную, которая, по сути, является молодежной. Но сегодня не вышел ни Башкиров, ни Алалыкин. Алалыкин вообще давно не играет. Вот как они смогут себя хорошо показать, если вы им не даете практику, на ваш взгляд? И почему они не получают практику? Вроде бы неплохо показывали себя. Алалыкин и Башкиров в росте национального команды. Почему вы получаете возможность играть в игре? Как вы не играете, когда вы не играете? Мы не играли в росте национального команды. У нас есть молодые ребята, как Солодухин, которые играли сегодня. Баскиров, которые играли в последнее время. Мы пытались найти росте национального команды. И я не хочу использовать только один. И Маскиров, он хороший игрок. И сегодня я играл Амиров. И, как я сказал, мы сделали это, ребята. Как и до этого я уже говорил, что мы стараемся переставлять движения. Поэтому пробуем разные сочетания. В этом есть смысл. Мы стараемся перемешивать движения и проверять разные сочетания. И билет, как мы сейчас делали. Ну, алексей Говенов, Московский комсомолец. Сегодня третий состав. Больше всего игрового времени получал. Означает ли это, что к ним меньше вопросов было, чем к первому и второму? И вообще оцените игру этого звена и будете ли вы в дальнейшем в этом составе опускать? What can you say about the third line of our team? They played more than others. How can you estimate the playing of Vorobio playing? Excuse me, could you repeat? Which line? Third line. Vorobio playing. Third line. What about them? They played more than others? Yep. How can you estimate them? I think Vorobio didn't play last game. Amirov played well and today Vorobio started pretty well. There was energy and chemistry with the boys. Our first line started badly and Kadejkin's line a little bit slowly started. That's why I gave more ice time for them. Vorobio in the last match didn't play, but today he gave more energy energy and energy. How well this line was moving. What about the first line, he played poorly. The second line is Kadejkin's line a little bit. So, I think, most of them played in the third line. DENIS TAIPOV, GORABZOR.RU. DENIS TAIPOV, GORABZOR.RU. DENIS TAIPOV, GORABZOR.RU.GORABZOV, GORABZOR.RU.RU.GORABZOR.RU.RU.R.S. WHAT YOU TRY TO DO? You do not want to move to the future, to turn global. DENIS TAIPOV, GORABZOR.RU.RU.RU.RU.GORABZO, and you have some desire to change global changes in lines? maybe change some lines like when Nikolaj Zuligin was on the team as a head coach when he was in the quarantine maybe some global changes don't you think about it? what do you mean? what kind of changes? in lineups change whole lines for example like when Nikolaj Zuligin was like a former when he was in quarantine maybe change something like that whole season I have done all changes here during the game and before the game after game every change is it's been my decision and this situation that we have had so many guys in the lineup and I think we all know I don't even want to say anymore but because of Corona we all know that that's why we have had situation and during the game players react different and there is so many things like a behind which one we need to live like we live at the moment so so it's there is no only one reason or only one solution why we go why we go like this how do you use it in this global and what in the same way so many different processes that are going for these changes and we constantly change that so we need to все необходимо учитывать, и все это, в принципе, сказывается. Но, как я говорю, сейчас, в принципе, всегда мы делали эти изменения. И последний вопрос. Есть ли в этом поражении Салават отголоски коронавируса? Казалось, что где-то физически команда проседает. Спасибо. Есть ли какие-то коронавирус проблемы в команде? После всех этих дней? Нет, я не хочу сказать. Я не хочу сказать, что мы должны играть лучше. Даже если мы были проблемы, мы знали, что это будет очень много времени. Но сегодняшний результат я не могу объяснить, потому что корона. Нет, нет, нет. Мы должны работать лучше. Players должны работать лучше, и мы, coaches, должны работать лучше. Мы должны работать лучше. Мы должны работать лучше, и мы должны работать лучше, и игрокам, и тренинским штабам, и все вместе. Сейчас, чтобы касаться коронавируса, мы об этом не стоит говорить. Мы прекрасно понимали, что это такой долгое идущий процесс, который повлияет на ближайшее время. Поэтому сейчас говорить снова о коронавирусе не будет до позиции. Спасибо, Томми. У нас нет больше вопросов. Спасибо. Магнус, вы готовы ответить на ваш вопрос? Магнус, пожалуйста, пару вопросов о том, что мы играли. Да, нет, мы играли в хорошем игре. Все были на первой, второй, третьей, четвертой. Мы играли в хорошем игре, все четыре линии, и Эдди сыграл в воротах. Хороший матч со всех точек зрения. Я, Евгений Рубакуллин, официальный сайт КХЛ. Магнус, но вот 9 матчей подряд составляет победная серия Локомотива. Как вообще оцените этот отрезок? 9 wins in a row, how would you just come yours? Да, 9 wins in a row is a lot, but we're working for it. We've been working hard to get the new system in play, and I feel like everybody's on the same page right now. From the goalie to the ds, to the forwards. And we're doing a lot right right now, and we're getting paid for it. And it's a lot with 9 wins in a row, but we'll take it. На самом деле, да, 9 матч подряд это много, но мы очень много работали, чтобы достичь такого результата, и сейчас мы все работаем по системе, и начинают вратаря, защитники, нападающие, и поэтому у нас все получается. Вы ожидали ли перед игрой с Салаватом, что вполне мог такой результат быть сегодня разгромный, 5-0? And you just pick the result before the game, like we can just win 5-0 against Салават. Yeah, I know. We did not expect 5-0. We expected a tough game. We know they're a great team. They have a great first line there with all the Finnish guys, they've been doing really well this year. and we came in and expected a really tough game. 5-0 is probably a little bit too much, but they had some really good offense. We tried to exploit their defensive zone, and I think we did it well today. We did not expect that the match would be a tough game. We thought that it would be a tough game, because it's a good team, and it's a good team. It's a good team, where the Finnish players play. And today we just managed to push the opponent's defense to make the defensive zone. And at the same time, we didn't miss it. And last question, it's not very successful. In the last time, we've managed to play in the majority of the Lokomotiv. What do we need to change in order to win 5-4 or 5-3? I have a question about power play. What can we do to just make it better? We need to score goals. We need to score goals. We know that that's the thing in the back of our mind, that that's the one thing that's not working right now. We win the game, so it's fine, right? But we need to figure out our power play, because we're going to need that towards the middle of the season and at the end of the season. So we really need to work on that. And we're trying right now, but it hasn't been working out at all, really. So we really need to work on that. That's the one thing I feel like our team really needs to work on. Yeah, this is, perhaps, the only component, which we can do not work on. Because we win, but it's a thing that we need most. And we need to win. And it will help us in the entire season, and, in particular, in the final match. So we will definitely work on that and improve this component. We have no more questions. Thank you very much. Thank you. Thank you. Nikita, hello. 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 Well, let's start, if you want comment, if you can. Yeah, we need to comment. We don't careвали game, so we don't have a chance to have a chance to get it. You can, of course, say a strong player. нехорошо сыграл. Но оправдания не ищем. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Никит, ну вот было 4 дня полноценной подготовки к сопернику. Локомотив в то же время играл в Нижнекамске. Вот почему все-таки вот этого преимущества не хватило именно в подготовке сегодня? Да, в принципе, готовились к Локомотиву. Было у нас, да, 4 дня, но после выезда на тренировках даже чувствовалось то, что чуть-чуть тяжеловато, и мы после выезда. Тяжелый выезд получился. Но как бы хотелось бы вам, конечно, сказать, что это все ковид. Да, тяжело после ковида организм в себя привести. То есть, грубо говоря, предсезонные сборы, да, там как будто это все в мусорку выбросили. Но все в таких же условиях команды все через это проходили. И так что, в принципе, нам никаких оправданий нету. Просто нам надо с этого вылазить за счет терпения, за счет работы, за счет реализации моментов. Тоже, в принципе, это один из компонентов. Добрый вечер. Азаман Шелуков, Медиа Корресеть. Первый вопрос. Как планировали матч начинать? Что пошло не так вначале? Как планировали начинать? Знали, что Ярославль на ходу сейчас восемь игр подряд выиграли, у них все летит в ворота. Вы же видели же, что три броска, три гола там. Я на Даню ничего не говорю, но со всеми бывает. Так что мы ему не помогли. И тут тяжело сказать. Просто разорвали нас и все. За там первые три гола просто без шансов. И уже потом тяжело в игру обратно уходить. Почему не стали играть попроще во втором периоде? Там была длинная смена. Где-то полторы минуты владели сайбокерезоне. Но постоянно то пытались право идти там бросить. Но с вершины, например, не было ничего. Не было тоже. Может быть, нужно было более, скажем так, по-тупому сыграть, но понадежнее? Да нет. Как бы когда ты зажимаешь соперника полторы минуты в зоне. Можете у любого тренера спросить, у любой команде. Ты не хочешь бросать от синей линии просто так тупые броски делать. Ты хочешь довести дело до верного. То есть из-под ворот найти момент, потому что соперник теряться начинает. Они уже там две минуты на льду провели, закислились. То есть ты ищешь момент хороший голевой, а не просто бросаешь по воротам. И вратарь зажимает шайбу и все две минуты на смарку. Проиграны пять матчей из семи последних. Есть что-то общее в этих поражениях? Как характеризует этот отрезок? Что идет не так в последнее время? Спасибо. Ну мы разговаривали после болезни, после карантина, что нам сейчас нелегко будет. И мы все прекрасно понимаем. Просто требуется терпение. И за счет работы, за счет понимания, куда мы двигаемся, вылазить с этого. Олег Чернов, Сапкор 02. Это сильный удар по психике быть Ямайкой вот сегодня. Или вы просто все забудете и будет все нормально? Да, забудем все просто и будем двигаться дальше. А что нам сейчас расстраиваться там и плакаться там дома, что ли? Нет, нам надо играть дальше, выходить. Сезон длинный, это марафон. У тебя должна быть короткая память хоккеиста. Ты вышел на следующую игру быть готовым. Спасибо. Алексей Горюнов в Московском самом улице. Никита, ну вот перед паузой, вернее, перед карантином играли в другом сочетании и у вас там семь очков в двух играх, сейчас в шести матчах только одно. Хотели бы, может, попробовать сами сыграть в другом звене, в другом сочетании? попробовать. Ну, как вам прокомментировать этот вопрос? Я же не могу вам сказать, я хочу играть с этим, с этим, с этим, и какая разница, что я хочу, как тренер видит, так и ставит. Ему виднее, он ответственный за результат в первую очередь, а там уже как бы нам надо находить. Я говорю, мы до болезни у нас была хорошая химия, я был в форме тоже, то есть, как бы, я ищу себе в первую очередь не в партнерах, поэтому, как бы, мне вам сложно на этот вопрос ответить. Денис Тейпов, Горобзору. Никита, а нет вообще панического настроения, что действительно, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, серия неудачно идет, и пока, ну, не видно, за счет чего, саловат эту серию поражений и неудач может преодолеть. Нет, паники нету. Я, как бы, не скажу, что мы не видим за счет чего, я не знаю, может, вы не видите, что за счет чего, в принципе, но мы прекрасно понимаем, за счет чего нам надо с этого вылазить. У нас сейчас хорошие игры, три игры до паузы осталось, то есть, соперники тоже приедут, хабара прилетит, то есть, не самые свежие будут у магнитки карантин, у кун лунь, то есть, у нас есть сейчас шанс хороший здесь, как сказать, наверстать, и просто нам надо начать играть немножко, немножко по-другому, более надежно в обороне и с реализацией моментов добавить. Я вот, по крайней мере, я так вижу, за счет чего мы можем вылезти. Никита, спасибо огромное, у нас вопросов больше нет. Спасибо, до свидания. спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»